Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Мигу Фифа, новая серия карьеры за зенит в ПЭС 2021. Пока мы развлекаемся этой карьерой, пока у нас остаются считанные дни до выхода FIFA 21, где уже там начнем еще одну карьерку и будем их параллельно вести. Я за кадром вот буквально минуту тому назад отпустил Эмильяна Регонии в аренду на полгода, но естественно так как трансферное окно еще закрыто, он уйдет лишь 1 января. Так же как и Эммануэль Мамана, ну и так же к нам присоединится Бултсес 1 января, если кто не в курсе. Ну в общем как раз это произойдет в этой серии, потому что сегодня у нас на повестке дня 3 матча в чемпионате. Это матч с Ахматом дома, это выезд к ССК на дерби двух столиц и это матч с Сочи. Как раз уже в новом 21 году, когда у нас открывается трансферное окно, поэтому может быть сегодня мы еще и трансфер чуть-чуть захватим. Ну а так как у нас открывается трансферное окно, то вы должны сейчас в режиме усиленной активности написать в комментариях кого купить, потому что денежки у нас еще в принципе есть, у нас там еще в районе 40 миллионов, это очень хорошая сумма, чтобы закрыть какие-нибудь проблемные зоны. Хотя я конечно уже знаю кого покупать, надо нам закрыть зону центрального защитника. Раз Мамана уходит, нам нужен еще один ССК на подмену, потому что Прохин, сами понимаете, это молодой парень, но для основы и даже для замены он пока не очень. Ладно, хватит болтовни, мы переходим к матчу против Ахмата. Вот такой у нас стартовый состав, подустал Лунев, давайте дадим ему отдых, выпустим Михаила Киржакова. Ну и в принципе остальные вроде не особо сильно жалуются, да, поэтому можем отправляться на матч с Гротницами вот в таком составе. Ну а пока мы готовимся, хочу вам конечно же напомнить, чтобы вы обязательно влепили лайк под это видео и подписочку с колокольчиком. Газпром-арена приветствует вас вновь, в который раз уже за эту карьеру, но еще будет много-много раз. Как пелось в одной хорошей песне Высоцкого, эх раз да еще раз да еще много-много раз. Вот то же самое еще много раз будет вылетать из моих уст, что Газпром-арена приветствует нас сегодня. И сегодня мы играем с Ахматом, команда, с которой вообще тяжело играть, дома особенно. Но на выезде вряд ли будет нам сегодня легче. Подача Дугласа Сантоса на ближнюю штангу, бьет Сердоразмун, но мимо ближнего угла. Роши, проходит Ракийского, пас в центр Раванелли, разворачивается удар, рикошет, спасает Киржаков, еще удар. Мяч попадает в своего же, еще удар, снова Киржаков. И не можем далеко мяч вынести от своей штрафной, поэтому еще одна подача. Хорошо. И все равно подбор за Ахматом. Удар поворотом Киржаков! Что я там говорил по поводу того, что Ахмат сегодня будет играть от обороны? Молков хорошо убирает, подача, Дзюба, удар головой! Спасает Мелихов, как в Селихов в Спартаке, только Мелихов. Дзюба, удар слева, и снова Мелихов на месте. Мяч под левый удар, и снова Мелихов летит в створ у Зенита мяч, но голкипер без проблем в руки его забирает. Аздоев и туда. Конечно, Сердар Азмун против Швеца. Азмун! Просрел! Дзюба! И спасает защитник Ахмата, который блокирует этот удар. Ну и так как арбитр ничего не добавил, то угловой Ярослава Ракицкого сейчас будет последнее, что мы увидим в первом тайме! Азмун! Подача! Дуглас Сантос! Рикошет! Дзюба! Выше ворот, и на этом заканчивается первый тайм. Пока нули, но Зенит явно владеет преимуществом, хотя у Ахмата было несколько очень опасных моментов, где спасал нас лишь Михаил Кержаков. Подача! Удар головой! Мимо! Дзюба! Азмун! А вот это может быть хорошо. Азмун! Если правильно под него откроется, может быть очень опасно. Дреуси! Дреуси! Удар в дальний! Не забивает Себастьян! Дзюба! Азмун! И бить надо! И гол! 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 Дзенит! 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 Сердар Азмун! Выводит Дзенит вперед на исходе часа игры. 1-0! Ну и здорово! По сути здесь Дзюба сам все сделал. Протащил мяч, находясь под прессингом Дениса Глушакова. Отдал Малкому направо. Малком принял его, вернул Дзюбе. Дзюба выдал передачу Азмуну. Тот принял мяч и пробил. И причем, наверное, Голкипр не видел момента удара, потому что мяч летел практически по центру ворот, а он его не отразил. 1-0! Дзенит! Сердар Азмун! 61-я минута. Подача! Азмун! И Перекладина, по-моему, спасает Ахмат от того, чтобы пропустить час второй и точно уже интригу в этом матче закрыть. Азмун! И побежал Азмун! Но не дают ему добежать до штрафной и пробить по воротам. Ну и ладно, в принципе, потому что Зенит обыгрывает Ахмат 1-0. Это была тяжелая победа. Локомотив! Спасибо вам огромное! Они сдержали Спартак и сыграли с ними 0-0. Краснодар тамбов 4-2. Сочи ЦСКА 0-1. Ну и мы отстаем у Спартака на 6 очков. Уже отставание потихонечку сокращается. Сзади в 3 очках ЦСКА в 6 лока с Уфой. Прикиньте. Уфанос преследует. Который в реальной жизни первый кандидат на выгывание после ротора. Проиграть клубу ЦСКА не вариант. Больше движения контролируйте игру и не теряйте концентрации. Еще никогда Искот Дерби не зависел исключительно от техники и тактики. В таких играх для победы в первую очередь важна сила духа. А теперь идите на поле и покажите им чей дух сильнее. Это все было перед матчем ЦСКА-Зенит, на который мы сейчас отправляемся. Дерби двух столиц. Причем мне кажется, знаете, Дерби вот Спартак-Москва-Зенит. Это вот прям битва. Это прям бойня. А по-моему ЦСКА-Зенит, просто учитывая, как они последние годы играют, что там было 3-4 ничьих падрях по нулям, это такое культурное, знаете, Дерби. Ну это мне так лично кажется. Так, давайте пробежимся по составу. По составу у нас большие проблемы. У нас Дреуси не в лучшей форме и самое главное Артем Дзюба не в лучшей форме. Запасного нападающего у нас нет. Лучший, кто может нам это все поправить, это Дреуси, но у него форма не очень. Так, ну давайте инновационное решение. Выпустим сейчас Сутермина сюда. И с Малкому мы их поменяем местами. Вот. И Малкому дадим оттянутого форуана. Попробуем сегодня сыграть вот так. Итак, Дерби двух столиц в очередной раз уже в этом чемпионате. И на сей раз мы играем против московских армейцев. У них дома. Это очередной шанс закрепиться на втором месте, потому что как раз армейцы главные наши преследователи пока что. И это шанс скинуть их еще подальше со своего хвоста. Ну и доказать, что мы еще способны бороться за чемпионство. И передача направо. Там Сутермина забыли, так как три центральных защитника у ЦСКА. А теперь фланги будут, наверное, у нас работать сегодня. Ого-го, сколько? Подача! Бейли бил! Еще удар Малкова! Но он не попадает в ворота. Хорошо, Бейли. Да! Вот три центральных защитника ЦСКА. Значит, что сегодня фланги будут открыты как магазин. Хороший пас. Бейли! Прострел! Малком! И гол! Сработала-то наша тактическая перестановочка! Малком забивает! 0-1. 14-я минута. Вот не зря его поставил на форварда. Не зря его поставил на оттянутого форварда. Малком забивает. Ну и не зря выпустил сегодня Леона Бейли. Оба наших тактических перестроения сейчас сделали этот гол в ворота ЦСКА. Ну и 0-1. И Малком, который очень любит забивать ЦСКА, да? Если вспомнить тот матч из реальной жизни. 4-0. Когда Малком там, по-моему, дубль сделал. Прострел! Удары! 2-0! Как-то Макенфеев-то этот мяч пропустил! Магомед Аздоев! Забивает! Ну, по-моему, нет. По-моему, это... ЦСКА сейчас хоронят три центральных защитника. Потому что у нас очень мощные фланги. И вот так вот, конечно, оставлять им абсолютнейшую свободу. На флангах это не делалось. В данной ситуации мне жалко только Игоря Кенфееву, как он пропустил тот мяч. А так 0-2 к 21-й минуте. Зенит достаточно неожиданно обыгрывает ЦСКА. За третьим. Разворачивает Васина. Подача. Удар слета Малкова! Щенников. Ой! Ой! Малком! Спасает Акимфеев. Прострел в сеттер. Обликов! И гол! 1-2 ЦСКА! Возвращается в эту игру. Иван Обликов забивает на 32-й минуте. С передачи Георгия Щенникова. Здесь Аздоев не до конца поборолся. Вроде потерял мяч Щенников, но все-таки он у него остался. Передача в центр штрафной по низу. Иван Обликов, развернувшись с левой ноги, поражает ближний угол ворот Андрея Лунева. 1-2. Ну, подогрели интерес армейцы этим голом. Не всяких сомнений. А Зенит идет за еще одним по ходу, но снова спасает Игорь Акимфеев. Чтобы такую передачу делать надо... Ой, перехват. Дивеев это, конечно, чума. 3-1 Зенит! Малком! Дубль! Ну, все повторяется. Если не считать вот этого забитого гола ЦСКА, пока повторяется история, которую мы видели летом. Дубль Малкомом. И Зенит уверенно обыгрывает ЦСКА. Ну, вот здесь Дивеев. Ну, что это было? Просто выкатил передачу Малкому. И тот спокойненько расстрелял Игоря Акимфейева. 1-3. Дубль Малкома. И Зенит вновь отрывается на два мяча. И вперед. Азмун проскочил. Васина. Ну, посмотри, что творит Дивеев! Посмотри, что он творит! Это 4-1 Зенит! Это Сердор Азмун! Дивеев это просто клоун, ребят. Как вы его сейчас выпустили просто в составе? Виктор Михайлович, объясните мне, как можно было выпустить молодого Игоря Дивеева? Да, он подает большие надежды, но видите, как ему сегодня не хватило опыта. Две результативные ошибки на счету Игоря Дивеева. И мы имеем к перерыву разгром ЦСКА. Загоев. Передача обратно. Началов не попал по мячу как следует, поэтому у него спокойно забрал мяч в руки. Но тут нарушение правил со стороны Вячеслава Караваева и будет очень опасный штрафной. Обликов и Загоев подходит к этому мячу. Обликов бьет и забивает! Вот это галешник и дубль Ивана Обликова. 2-4 ЦСКА. 49-я минута. Не, ну конечно, штрафные удары в пессе это что-то с чем-то. Здесь ничего не поможет. Ну и Караваев опять неправильно занял позицию на штанге. Он попытался извлечь урок из прошлого пропущенного штрафного, когда он стал слишком близко к Луниову. Сейчас он стал чисто по штанге. 2-4. Бейли проходит Васина. Пас в центр. Малком. Передача! И гол! Еще один влетает в ворота ЦСКА. Это, по-моему, Магомед Аздоев. Да, это дубль Магомеда Аздоева. Это 2-5. В пользу Зенита. Мы сегодня видим с вами град голов просто, дорогие мои. Это просто фантастика. Но сегодня, конечно, оборона ЦСКА, будем честны, наиграла на эти 5 пропущенных. Скоро, по делу они пропустили. И, сразу говорю, уровень сложности я не выкручивал обратно полегче. Все как было, так и осталось. Ну, сами видите, что-то из центральных защитников довели ЦСКА до беды. 2-5. Чалов. Чалов! Момент! И не забивает Федор. Аздоев резко передумал и хотел дать налево на абсолютно одинокого. Бейли! И Чалов забивает свой гол сегодня. Фантастика. Фантастика. 3-5. 8 голов в дерби двух столиц. А я говорил культурные дерби, да? И последние там, сколько, 4 матча по нулям. Пожалуйста, 3-5. Ну, наверное, все равно шансов маловато у ЦСКА. Ну и хорошо Чалов с лета приложился в ближний угол. Только 62-я минута идет. Это вот если так дальше будет продолжаться, это страшно будет представить, сколько сейчас еще забьют обе команды. Бейли. Бейли. Передача в штрафную. Азмун. Передача. Малком. Малком. Бить не дают Азмун. Азмун. И Акинфеев выручает ЦСКА. Васин. Во! Вот и ошибочка Васина подъехала. Теперь главное ее забить надо сейчас. Ее надо реализовать. Бейли. Подача. И где мяч? Ну! Вынос. К огромному сожалению завершились эти 97,5 минут великолепнейшего футбола. Где сегодня было все, что только можно. Ну, может быть, не было только удаления пенальти какой-нибудь драки, да? А так, сегодня просто праздник голов какой-то в Москве. 3-5 Зенита обыгрывает ЦСКА на выезде. Уфа обыграла Краснодар 1-0. Спартак разобрался с Тамбовом 0-2. Локомотив проиграл Уралу 0-1. Наше отставание Спартака также остается 6 очков. И также 6 очков мы везем только теперь уже Уфе. ЦСКА Ростову 7. Рубину 8. Локомотив 7. Краснодар 9. Ха-ха-ха-ха-ха. Ребята, я обожаю ПЭС. Работа... Нам... Понимаете, нам предлагают уже все. Нам уже ЦСКА, Фенербахче, Спартак и бог какой-нибудь. Меня просто убивает... Вот Спартак. Это просто ужас. Это... Это смешно. Я не Александр Кокорин, и поэтому если я сказал, что я никогда в жизни не буду тренировать и играть за Спартак, то я никогда в жизни и не буду. Хотя Кокорин, по сути, свое слово держит. Итак, у нас наступило трансферное окно, оно открылось, и вот нам уже представляют Бустаса, который подписывает контракт с Зенитом. Если мы и далее сможем двигаться в том же темпе, то будем иметь очень хорошие шансы на достижение в сезоне цели. Помните о призах и продолжайте выигрывать. Конечно, мы выложимся по полной. Ну и отправляемся к последнему матчу в этой серии против Сочи, и уже в следующей серии будем решать все вопросы по поводу трансферов. Посмотрим, что у нас тут. Плохая форма Дугласа Сантоса и плохая форма Азмуна. Место Азмуна легко выпустить Супермина и махнуть местами с Малкомом. А вместо Дугласа Сантоса тут Бустас может сыграть. И у него такой же рейтинг, как и у Юрия Жиркова. Но все-таки давайте мы доверимся Юрке. Ну и давайте Бустаса все-таки посмотрим сегодня на новичка Зенита. Итак, Сочи принимают нас у себя дома. Ну и давайте без лишних слов начнем. Пас. Нет, не проходит. Супермина остается с мячом. А вот это Дреуси. А вот это справа и в ближний не попадает. Подача Кристиана Нобуа. Скидка. Полос. Кто этот герой? Покажите мне его имя. Кто там сейчас телом вынес мяч с ленточки собственных ворот? Кто это был? И ответ Зенита. Дюба. Сутармин. Через рикошет от Рами спасает Джанаев. Бустас тоже мимо пролетел, как оголтел. И удар пола за мимо. Передача. Дреуси. Малком с Дюбой уже в штрафной. Дреуси. Мягкая подача на ближнюю штангу. Крестовина. Спасает Сочи после удара Малкома. Дюба. Дюба. Мимо. Пас Дюби. Дюба. А теперь с правой. Гол. Но вот не получилось левый, получилось с правой забить у Дюбы. 1-0. 26-я минута. Артем. Дюба. Которого сегодня не было слышно и видно. Он сегодня, по-моему, не забивал. Ну и вот прервал свою безголевую маленькую серию. Голевая передача на счету Малкома. Ну и Дюба классно приложился. 0-1 Зенит Павел. Такой пас. Кокорин. Мимо. И перерыв пока. 1-0. Зенит на выезде обыгрывает Сочи благодаря голу Артема Дюба. Не рискнул пробить. Малком. Мимо. И не было, по-моему, а в сайду Малкома. Ой, проскочил. Пас. Дюба. Разворот. Удар в ближний. 2-0. Ну да. Как говорил в свое время Дмитрий Шняхин. Если обрывать длиннющие безголевые серии, то именно так. Правда, там, конечно, у Гризмана действительно была длиннющая безголевая серия. И он прервал ее великолепнейшим ударом через себя. Но здесь Дюба прервал свою маленькую двухматчевую безголевую серию. Сразу дублем. Ворота Сочи. И уже 0-2. На 57-й минуте становится счет в матче. Дреуси спасает Джанаев. Заряжает по левой бровке. Прострел низом. Джанаев. Дюба. Ну что, под хет-трик. Под хет-трик. Дюбе. 0-3. Разгром Сочи. Который учинил в одиночку Артем Дюба. Но это если грубо выражаться и считать только забитые голы. То сегодня Дюба в одиночку разносит Сочи. А так вторая голевая сегодня на счету Малкома. И Дюба. Герой. Красавец. Ну вот. Поспал. Два матча без забитых голов. И вот прорвало человека. Эмбула. Хорош. Малком. Малком. Малком замахивается. Малком бьет. Это четвертый. Вылетает в ворота Сочи. Малком к своим двум голевым еще и гол записывает. 0-4. Уничтожение Сочи. Похоже команда отдохнула. Она преодолела тот маленький декабрьский кризис, который у нас был. И который случается у большинства команд. И она теперь со свежими силами разрывает своих оппонентов. 3-5 ЦСКА разнесли. 0-4 Сочи. Выдает налево Дреуси. Против Михи Мевли. Жирков. Подача. Дюба через себя. Вот. Вот не хватало нам только этого сегодня для полного счастья. Покера Дюбы. И вот каким ударом. А если бы он забил Дюбе, можно было прямо сейчас золотой мяч выкатывать. И в косашку. Здорово. Малком. Под дубль. Малком. И пятый. И вынимай пятый Сослан Джанаев из своих ворот. Дубль Малкома. Ну то есть наша связка нападающих сегодня сделала свое дело. Они сегодня разнесли Сочи. 0-5. Хэтрик Дюбы. И дубль Малкома. У Малкома сегодня вообще фантастика. 2 плюс 2 сегодня. У Малкома. За этот матч. 0-5. И финальный свисток. Уничтожение Сочи. Протоколируем. ЦСКА обыграл Рубин 0-1. Краснодар с Ростовом по нулям. Спартак разнес Уфу 4-0. И Локомотив обыграл Арсенал. 2-0 на выезде. Продолжаем оставать у Спартака на 6 очков. Задив 7 ЦСКА. В 9 Ростов, Лока и Уфа. Тут уже пришли парочку предложений по трансферам. Но с трансфером мы будем разбираться в следующей серии. В следующей серии у нас как раз будут трансферы. И скорее всего мы даже успеем закрыть трансферное окно. И сыграть с Краснодаром. Посмотрим. Но все это вы увидите только если быстро здесь наберем десяточку лайков. То я сразу сажусь записывать новую серию. И она в ближайшее время выходит. Не забывайте конечно же про лайки. Про подписочку. Комментарии оставлять на тему того кого купить. Ну и колокольчик не забывайте. А то вам могут не приходить уведомления. О новых видео. С вами был как всегда Мигом. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok